друзья всем привет наступил строительный сезон и у многих возникает вопрос как выбрать металлочерепицу как подойти к выбору чтобы потом не переплачивать и не переделывать кровлю сегодня мы вам покажем обзор вот этой кровли ту комплектацию в которой она была сделана работы на этой крыше мы завершили примерно три месяца назад сегодня приехали сюда решили показать что входит в эту крышу и ответить на самый главный вопрос как выбрать металлочерепицу как вы могли заметить давно не выходили выпуски с моим участием наконец-то продолжаем снимать youtube канал за последний год произошло много изменений но самое важное это то что мы открыли офис в иркутске мы работаем на улице сурнова 30 дробь 4 в будний день можно прийти выбрать материалы для своего фасада кровли или для забора это отличная новость потому что большинство клиентов у нас все-таки из иркутска приходите к нам в офис давайте знакомиться выбирать материалы делать ваши дома и участка красивыми и надежными прежде чем разберем на что обращать внимание при покупке металлочерепицы хотелось бы показать вам вот эту кровлю здесь мы собирали стропильную систему установили гидро ветрозащитную мембрану big band видео инструкция по монтажу гидро ветрозащитной мембраны уже есть у нас на канале ссылку оставлю в описании смонтировали обрешетку и контробрешетку установили металлочерепицу ламонтера x 0 5 миллиметров покрытие норма установили снегозадержатели смонтировали вентиляционные и канализационные вытяжки подшили карнизные свесы софитом эльбрус все комплектующие для кровли карнизные планки планки индовый верхний и нижний конек здесь все присутствует единственное здесь отсутствует карнизная лента клиент не посчитал нужным ее приобретать а в остальном на этой кровли присутствуют все необходимые элементы хорошая металлочерепица в надежном покрытие норман такая кровля будет служить очень долгие годы на начальном этапе может показаться что это слишком сложно что столько элементов необходимо купить но на самом деле все можно приобрести в одном месте на заводе металл профиль либо у нас компании которые являются дилерами завода металл профиль и причем цены будут точно такие же как на заводе то есть вы не переплачиваете обращаясь в компанию дилера мы местная иркутская компания новый дом занимаемся продукцией металл профиль мы занимаемся поставками и монтажом продукции завода что это дает вам вам не нужно ездить в разные места искать различную продукцию мы прямо из своего офиса можем зайти в программу завода заказать вам необходимое количество материалов сразу на месте сказать сколько это будет стоить когда будет готова продукция для вас это очень удобно эта кровля примечательна тем что она выполнена из хороших материалов с применением всех необходимых комплектующих помимо того что эта кровля будет служить долгие годы заказчику не придется ничего на нее докупать бывает такое что люди сэкономили и изначально не поставили торцевые планки потом при подшивке свесах их все равно придется докупать или изначально не была установлена гидро ветрозащитная мембрана потом если необходимо будет утеплять кровлю нужно будет вообще все разобрать давайте вернемся к теме видеоролика как выбрать металлочерепицу первое на что стоит обращать внимание это на толщину стали она бывает 040 45 и 05 миллиметров это самые распространенные толщины которые люди покупают может показаться что пять сотых это очень маленькая величина и она ни на что не влияет для того чтобы вам наглядно показать как отличается толщина металла я взял с собой несколько образцов перед нами четыре нарезки профилированного листа разной толщины вот это 0 5 миллиметров именно такая металлочерепица применена на этой кровли для сравнения у нас есть толщина 0 45 0 4 и ст ст это 0 38 металл видно что каждый лист друг от друга отличается совсем не намного но посмотрите как прогибается каждый лист отличие в жесткости видно сразу если 0 5 металл довольно жесткий то уже 0 4 и ст вообще не годится для применения на кровь какую металлочерепицу выбирать для своего дома решать конечно же вам самим и из 0 4 металла люди иногда строят себе крыши но если наглядного примера вам было недостаточно давайте обратимся к сп кровли стальные листовые гофрированные профили в том числе металлочерепица в качестве кровельных предусматривают стальные профили с цинковым алюминиевым или алюминиевым либо защитным декоративным лакокрасочным покрытием в том числе с антиконденсатным покрытием на нижней поверхности а также алюминиевые листы металлочерепицу и композитную металлочерепицу в качестве металлочерепицы следует применять стальной холоднокатанный горячий оцинкованный прокат с полимерным покрытием с толщиной металла не менее 0 5 миллиметров без учета толщины полимерного защитного покрытия толщина композитной черепицы должна быть не менее 0,45 мм, без учета толщины полимерного защитного покрытия. Если вы спросите меня, какую металлочерепицу выбирать для крыши, я бы вам рекомендовал брать именно 0,5 металл. Вы не сильно сэкономите, если купите 0,45 металл, но в сроке службы вашей крыши это будет иметь значительный вес. Если ПСП кровли, допустимо применять только 0,5 металлочерепицу, тогда для чего же производят 0,4-ю, 0,45 металлочерепицу, справедливо можете вы заметить. Для того, чтобы перекрыть какие-то временные строения, может быть у вас на участке есть какая-то беседка, гараж, на которую вам не хотелось бы тратить много денег. И как раз для таких случаев можно применять 0,4-ю, 0,45 металлочерепицу в тех местах, которые не страшны, если они потекут. Потому что даже 0,4 металлочерепицу может пробить сильным градом. Если такое произойдет на доме, это настоящая катастрофа, зальет весь чердак, вода пойдет к вам в дом. Возможно вы не сразу это заметите, а пострадает внутренняя отделка. Я думаю это вам совсем не нужно, поэтому лучше изначально сделать хорошую, качественную и надежную крышу. Профили металлочерепицы. Самыми популярными профилями сейчас являются Ла Монтера, Трамонтана, Монтероса и Монте-Кристо. Ла Монтеру можно заметить почти на каждой кровли, на этой в том числе. Это самый ходовой профиль, у нее стандартный прямой рез в нижней части, а у остальных профилей есть принципиальное отличие. Трамонтана, Монте-Кристо и Монтероса имеют уже так называемый 3D-рез, который выделяет эту металлочерепицу на фоне других производителей. Изготовление металлочерепицы. Очень важный момент, над которым многие не задумываются, но это очень важно. Металлочерепица изготавливается на вашу крышу под заказ, можно сказать как в ателье. Мы приезжаем к вам на замер, снимаем точные размеры крыши. После того, как мы выставим стропильную систему, обрешетку, контрабрешетку, у нас будут иметься точные размеры, те которые нам необходимо изготовить. Например, нам нужны листы 4 метра 40 сантиметров. Именно такой размер мы вам и изготовим. Обрезков будет минимальное количество. Вот эта крыша, она конечно является исключением, потому что она имеет сложные формы. В местах таких вальмовых скатов, конечно, у металлочерепицы будут обрезки. Но если у вас стандартная двускатная кровля, то в таком случае обрезков вообще не будет. Многие люди не задумываются, едут на рынок, думают куплю 4 метровые листы, там 6 метровые, из них нарежу обрезки на свою крышу. Это создает два существенных недостатка на вашей крыше. Во-первых, это будет имеется незаводской рез, с которого может начинаться коррозия. Во-вторых, вы получаете обрезки, которые вы купили, за которые вы заплатили деньги. Соответственно, это ни к чему. И еще, кстати, третий пункт, про который забыл уточнить. Покупая металлочерепицу неизвестного изготовителя. Когда вы приезжаете на какой-то строительный рынок с наличием, вы можете купить металлочерепицу не той толщины, которую заявляет продавец. Он может спокойно вам в документах написать 0,5 металл, по факту будет 0,45. Если у вас нету с собой микрометра, вы никак не можете это проверить и доказать. Покрытие. Ну и самое последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это покрытие. Если толщина стали отвечает за жесткость и механическую устойчивость, то покрытие отвечает за цветостойкость и устойчивость к коррозии. Покрытие очень важно при выборе металлочерепицы. У завода металлпрофиль существует порядка 10 различных покрытий для металлочерепицы. Рекомендую ознакомиться с ними на сайте, а обратить внимание стоит на следующий показатель. Сколько грамм цинка использован на квадратный метр, а цинка будет зависеть устойчивость к коррозии. Второе. Толщина полимерного слоя. Она отвечает за цветостойкость и защиту металла от царапин. Ну а на сегодня у меня все. Если эта информация была для вас полезной, подписывайтесь на канал. И если чего-то было недостаточно, напишите. Я отвечу вам в комментариях. Покупайте качественную надежную металлочерепицу. Обращайтесь в проверенные строительные компании, у которых много видео отзывов. Подписывайтесь на канал. Пока!